Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем космос с помощью губки. Я взяла обычную губку, которая моет посуду и разрезала ее на шесть частей. То есть вот у меня была губочка вот такая вот стандартного размера. Я разрезала ее просто ножницами на шесть частей, чтобы получились маленькие губочки. С одной стороны мягкая, с другой стороны такая вот есть более твердая. Мне понадобится наверное четыре. И какие цвета будем использовать? У меня два синих. Ультрамарин, небесно-голубой, такой вот рубиновый, красный с холодным оттенком. Можно вместо него использовать фиолетовый или розовый, если нет, и белый. Фон я закрасила сразу. Сейчас закрасьте, если вы будете рисовать черной краской фон сначала. Нажмите на паузу, пусть он высохнет. Будем рисовать по сухому. Я закрашивала гуашью, но лучше даже акрилом. Если у вас есть акрил, закрасьте акрилом. А дальше уже сверху я буду рисовать гуашь. То есть у меня гуашь, я рисую по гуаше, фон высох. Он должен быть уже подготовлен. И первое, что я сделаю, я буду смешивать кисточкой. Беру ультрамарин. Если у вас только один синий, используйте один синий. Можно использовать, например, зеленый, изумрудно-зеленый, вместо синего, вместо вот этого. Можно использовать фиолетовый. Я беру синий. Синий ультрамарин. И добавляю маленькую капельку белого. Я беру так достаточно много, погуще, чтобы можно было губкой пользоваться. Вот так вот перемешиваю. То есть чуть-чуть, чтобы он был поплотнее, но он не светлый. Он все равно достаточно темный. Чуть-чуть добавляю белого. И дальше беру губочку мягкой стороной. Мягкой стороной макаю. И начинаю с левого угла, с левого угла в правой, начинаю рисовать такими вот движениями. Ну как бы постукивающими. Диагональ. И вот контуры неровные, а как бы вот облачка. Какие-то полукруглые. Макаю и рисую. Ну как бы облака. Контуры не должны быть ровные. Ну вот какие-то такие. Да, то есть отнеситесь к этому как к эксперименту. Какие-то космические туманности. Вот здесь можно немножко сделать. Вот можно где-то даже вот этой вот стороной, другой стороной или твердой, или какая у вас есть, немножко где-то вот как бы подразмывать. Делать переходики. И нужно нарисовать несколько туманностей на листе. Да, вот таких вот пятен. То есть я закрашиваю не все, а где-то я оставляю черный фон, чтобы черный фон тоже у меня остался. Вот здесь вот может быть что-то такое. Какая-то еще диагональная полосочка. Ну типа как еще один уровень облаков. Вот уже какой-то туман получился. Дальше я беру второй цвет. У меня это небесно-голубой. Вы можете, если у вас нет небесно-голубого или если у вас только один синий, вы можете использовать, например, изумрудно-зеленый. То есть бывает в космосе тоже зеленый. Можно использовать фиолетовый. Ну или какой-то другой цвет. Можно синий смешать с зеленым как вариант. И уже добавляю побольше белого, чтобы был другой оттенок голубого, чтобы он был немножко посветлее, но не самый светлый. Чтобы он был светлее вот того синего, но не самый светлый. Такой поярче. Если у вас есть голубой из баночки, используйте голубой, но все равно добавьте туда белого. И уже беру другую губку чистенькую. Эти губки можно потом помыть чистенькую губку. И этой губкой, вот уже внутри, внутри этого синего я кое-где начинаю, уже не везде, а кое-где добавлять тоже пятнышки какие-то. То есть не надо закрашивать все. Темно-синий остается, который у нас уже был, но нужно просто где-то добавить пятнышки, ну как бы такого вот более голубого. Какие-то тоже дополнительные туманности кое-где. Не обязательно везде, просто можно чуть-чуть, где-то вот чуть-чуть, а где-то и не нужно. И можно так растушевать потом другой стороной или другой губочкой. Вот что-то такое. Что-то такое, где-то можно, какие-то ответвления как бы облачков. Ну то есть тут нужно экспериментировать и смотреть, как это примерно будет выглядеть. Где-то вот можно поплотнее, а где-то менее плотно. Немножко так вот растушевываем границы как бы. И теперь следующий. Следующий у нас будет... У меня будет розовенький. Можно взять фиолетовый. Если нет розового, можно взять фиолетовый. Можно просто красный, но тогда будет более коричневатый. Вот если у вас алый, то получится коричневый. Поэтому лучше все-таки более холодный брать. Я беру красный рубиновый и смешиваю с белым. Ну то есть используйте любой цвет, который есть. Но желательно темный все-таки. Желтый не надо. Лучше что-то из темного. Я смешиваю опять с белым. Беру еще одну губочку и этого уже совсем чуть-чуть я буду добавлять. Где-то... Где-то вот тут какие-то пятнышки. Уже может быть такие отдельные пятнышки или группы пятнышек. Вот кое-где... кое-где, кое-какие облачка, кое-какие туманности у меня будут вот с таким вот с оттенком. Но черный все равно остается. Не нужно закрашивать весь черный. Где-то какие-то вкрапления маленьких пятнышек. Как бы тоже стараемся повторять форму, ну как бы, облаков. Так, растушевываем. Где-то можно поярче, а где-то менее ярко, где-то более плотно, где-то менее плотно. Ну вот, если очень плотные пятна, можно их растушевывать. Попробуйте на самом деле, если вы не рисуете, попробуйте, возьмите губку. Губка должна быть у всех на кухне. Новая губка чистая. Прям это очень увлекательный процесс. Очень всем рекомендую попробовать. Даже просто ради интереса, как получается. Получается очень интересно. Отнеситесь к этому как к эксперименту. Не нужно ожидать какого-то результата. Просто сам процесс очень увлекательный. И теперь самый светлый будет. Самый светлый будет белый. Ну, не белый. Нет, будет не чисто белый. А будет светло-светло-голубой. То есть мы берем белый и туда немножко подмешается наш вот этот голубоватый. Темно-голубой как бы. И здесь вот уже нужно прям где-то посередине. Ну то есть это вот как бы самая такая середина вот этого, ну как бы разлома. Ну не разлома, а какое-то вот как молния пронизывает небо. Вот и немножко так вот. Она не должна быть прям какая-то ровная. Она как бы даже больше какая-то должна быть ломаная. Больше ломаная линия, ломаная форма. Такая вот вот как молния. Она же не идеально ровная, да. Как бывает что-то там солнце сквозь облака просвечивает. Даже вот где-то можно попробовать более светлые вот такие точечками. Вот что-то такое. Где-то может быть еще какой-то отблиз. То есть белого, ну самого светлого, голубого, его не нужно много. Так вот чуть-чуть какой-то такой разлом межгалактический. Не знаю что это, но вот по ощущению я это делаю. Как-то вот по ощущению. Ну что-то такое. Где-то вот можно просто пройтись, какие-то точечки поставить. Светленькие. И теперь наши капельки. У меня щетина, кисточка. Можно взять синтетику. Синтетикой тоже получается. Попробуйте на бумажке сначала. Берем белую краску. Разбавляем с водой. Обязательно пробуйте на бумажку, чтобы не испортить. И начинаем брызгать. Можно взять старую зубную щетку. Тут важно с водой подрасчитать, чтобы капельки были не очень крупные. Но при этом все-таки какие-то кругленькие. Это все-таки у нас звезды. Более мелкие, более крупные. А вот так вот мы забрызгиваем. На себя отпускаем, на себя отпускаем. Можно делать зубной щеткой. Можно где-то делать более концентрированно. То есть больше вот этих вот звездочек. Где-то можно делать меньше. Можно вообще все забрызгать. Но лучше, конечно, если будет более разнообразно. Где-то более концентрированно. А где-то менее концентрированно. То есть тоже по ощущениям мы забрызгиваем. Если нужно где-то поставить более крупные пятнышки. Какие-то более крупные звезды. Можно их сделать. Но можно и не делать. Тоже по желанию. По желанию и по внутреннему ощущению. Будет интересно, если какие-то звезды будут более крупные. А какие-то менее крупные. Так, попробую. Теперь сейчас оторвать скотч. Посмотреть, что у нас получилось. Да, вот это очень интересно. Можно экспериментировать с разными цветами, с разными формами, губочками. Попробуйте. Всем рекомендую. Кто не попробовал, обязательно попробуйте. Всем рекомендую. Очень увлекательно. Ну и вот, получилась такая галактика или какой-то космос, туманность. Такая вот получилась работа. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.